приветствую вас давайте разберем ваш вопрос в любых отношениях постоянно присутствует чувство я слишком много говорил в плане выражения своей любви к человеку например о том что постоянно говорю партнеру что люблю его при этом какое-то внутреннее чувство через время что я слишком прилипчивый с этим не стоит говорить это так часто почему это происходит спасибо ну происходит это по той достаточно простой получается причине что вы себя вы себя обесцениваете у вас униженная самооценка это первый момент а второй момент заключается в том как мне кажется что вы боитесь человека потерять и наверное надеетесь через вот эти вот признания в любви надеетесь как-то вот человека ну в той или иной степени да к вам привязать то есть вы вот хотите ну чтобы там условно говоря человек был как-то вот ну с вами да вы хотите чтобы человек был ну не бросался а вы боитесь что он вас вот бросит и соответственно когда ну как-то получается 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 что вы боитесь что он вас бросит вы вот и начинаете так же провести вот то есть это ну история на мой взгляд про что такое вот тотально я бы сказал про такое тотально на обесценивание себя ну и попытку и попытку за счет человека да попытку за счет человека компенсировать себе что-то, то есть вы пытаетесь компенсировать себе, например, какую-то вашу недостаточность, то есть это можно назвать, ну в определенном смысле это можно назвать ущербностью, то есть если вы чувствуете себя ущерб, то как раз это история про данный момент. Это с одной стороны, с другой стороны, возможно у вас есть как раз такая установка в сознании, что нельзя говорить о чистых своих, это плохо. То есть плохо говорить о своих чистых, ну в этом смысле. А почему плохо говорить о своих чувствах? Наверное, вы себе с одной стороны ответить не можете, а с другой стороны, есть для вас вероятно, вероятно, есть для вас чувства запретные и чувства разрешённые. то есть есть чувства, которые можно высказывать, а есть чувства, которые высказывать нельзя. нельзя. И вот вы себе разрешаете говорить о любви и высказывать, высказывать чувства, ну высказывать чувства любви. что только из-за обесценивающих тенденций даётся вам это с труду. Вот. Это первый момент. А второй момент это то, что вы заменяете высказыванием любви что-то другое. Вот. Только запрет, конечно, заключается в том, что именно другое. Да, то есть, ну, что конкретно другое вы заменяете. Вот. Вот. Вот этот аспект такой достаточно важный, серьёзный и на него необходимо обратить ваше внимание. Как минимум. Ну и, конечно, вопрос здесь ещё касается и того, как в целом вы устраиваете отношения с, ну вот, с мужчинами, да, на каких основаниях вы устраиваете отношения с мужчинами, вот. Что вас объединяет с мужчинами, вот. Что общего между вами и мужчиной, например, да, с которым вы, ну, в отношениях находитесь. То есть, знаете, вещи тоже очень важны обратить к нам. Прилипчивость. Хорошо, что вы об этом заговорили, да, о прилипчивости, потому что, на мой взгляд, связано это с тем, с тем, что вы испытываете определённые трудности с реализацией своей, вот. По ряду причин. То есть, вы испытываете трудности с собственной реализацией, вот. Можно ли и нужно на это обратить внимание? Да. На это можно и нужно обращать внимание. На это необходимо обращать внимание. Потому что вас это, во-первых, мучает, во-вторых, дискредитирует. Ну, то есть, принижает. Вот. А вас это принижает, вот, именно, ну, в контексте, там, другого человека. Вот. То есть, ну, как это работает? Это работает так, что по отношению к другому человеку, по сравнению с другим человеком, вы представляете себе несколько менее важные цены, чем по факту есть. Вот. Понимаете, да? Да. Поэтому, на это также хотелось бы обратить вам ваше внимание. Вот. Вот. Вот как-то так, я думал. Когда и если вы научитесь более четко, точно, полно, замечать ваши ощущения, то есть, ну, ваши чувства, ваши чувства. Да? А вот, когда вы научитесь, когда и если вы научитесь это делать, я думаю, что он будет легче. Вам, я думаю, что будет комфортнее вам находиться в отношениях. Вот. И вы уже не будете себя так мучить, да, вы уже не будете себя так принижать и обесценивать. Вот. Как это вы делаете сейчас? Ну, на данный момент. Да? В настоящее время. Поэтому нужно эту ситуацию более полно рассмотреть. А вот. Разобраться нужно в ней. И я думаю, что все, ну, все плюс-минус у вас нормализуется. Вот. Ну, это все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу, сформулировать базовые постулаты для психотерапии, то есть вот чтобы вы могли начать. начать ее, начать свою психотерапию. Вот. И, на мой взгляд, ситуация будет разрешена. Желаю вам всего самого доброго, удачи, большое спасибо за обращение. Вы большая молодец, что решили об этом поговорить. Вы большая молодец, что решили, ну, что решили на эту тему высказаться. Я надеюсь, что это ваш такой, ну, путь, начало вашего пути. К более свободной жизни. Вот. Всего вам самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.